Если домашние птицы не принимают корм, запрокидывают шею, а при ходьбе то и дело шатается и падает, это могут быть клинические проявления птичьего гриппа. Достоверно узнать диагноз можно только при помощи лабораторных исследований внутренних органов. Помещается в сейф-пакет, на сейф-пакете пишется номер, дата отбора и роспись сотрудника, кто провел отбор. Если хотя бы у одной из птиц результаты окажутся положительными, то носителями опасного вируса птичьего гриппа окажется все поголовье. Сотрудники ветеринарии подвергают таких особей сначала эвтаназии, затем кремируют на специально отведенных территориях. В последний раз подобные мероприятия в крае проводили 7 лет назад, когда в 2014 году вспышку птичьего гриппа обнаружили в Новичихинском районе. Теперь ежегодно ветеринары проходят учения. Позавчера мы проводили в Завьялово, сегодня проводим в Тольменке, значит мы проводим по грипптиц. Почему по грипптиц? Потому что по территории Алтайского края проходят миграционные пути дикой водоплавающей птицы. Значит управление ветеринарии Алтайского края совместно с лабораторией, совместно с подведенными учреждениями проводится мониторинг и исследование на данное заболевание. Для человека вирус тоже опасен. Подхватить его можно при тесном контакте с птицей. У человека поражаются органы дыхания, что нередко приводит к смерти. Поэтому не случайно вы видите этих людей уже в привычных масках, перчатках и защитных костюмах. Все это нужно, чтобы во время работы с инфицированной птицей не заболеть самому. И даже одежда под защитным костюмом обрабатывается. Одним из основных источников заболевания является дикая водоплавающая птица. Охотники должны знать правила отстрела, разделки, утилизации биологических отходов. Правила содержания птицы разработаны для населения, где прописаны правила, как содержать птицу в закрытых вольерах, сколько должно быть поголовья. Вся территория края разделена на шесть зон. В каждой есть набор специальной техники и обученная команда, чтобы не допустить ситуации, подобной той, что случилось пару дней назад в Тюменской области. Напомним, там от птичьего гриппа погибли 40 краснокнижных пеликанов. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов, День с толком.